Игорь Рейтерович, политолог у нас с вами на связи. Игорь, здравствуйте. Добрый день. Ну что, Игорь, давайте как бы опять же сегодня продолжение тем. Вчера на аэродром в Энгельсе, сегодня в Курске на аэродроме прилетело непонятно что, непонятно откуда, но достаточно горит. Что происходит, Игорь? Как в целом мировое сообщество может оценивать такую слабость ПВО российского? Ну, во-первых, надо меньше курить. Курение вообще, оно вредно для здоровья. И, наверное, какие-то охранники там неудачно покурили. А касательно вообще оценивания российского ПВО и системы охраны, которая находится на всех этих аэродромах и военных базах, это уже не первый случай, когда, скажем так, реальность очень сильно расходится с теми заявлениями, которые делают представители российской власти. Я думаю, что если там глубже копнуть, то вскроются просто залежи какой-то коррупции, некомпетентности, отсутствие вообще элементарной какой-то системы защиты. Что, в принципе, на основе этих нескольких случаев и было продемонстрировано. Это, в первую очередь, с одной стороны, сигнал другим странам, которые поддерживают Украину, что Украину надо поддерживать и дальше, и поддерживать еще в большем, скажем так, количестве и с большими возможностями, потому что у нас получается справляться с вот этой российской агрессией, возвращать свои территории и так далее. И не надо бояться России, то есть Россия, по большому счету, это такой колосс на глиняных ногах, который много лет тратил огромные деньги, по сути, на пропаганду в этих западных странах о том, что они страшные, сильные, их надо бояться. И второй момент, который, как мне кажется, это очень хорошо продемонстрировал и стал определенным таким, скажем, сигналом, это о том, что Украина и весь цивилизованный мир, так или иначе, имеет дело с страной, которая обладает ядерной триадой, но при этом охрана этих всех объектов, то есть мы же не говорим конкретно там про ядерное оружие, вообще говорим о сути всей системы, на настолько низком уровне находятся, что представители каких-то других государств или, например, других организаций, которые являются террористическими, я подчеркиваю, типа Северной Кореи, Ирана и так далее, или какие-то другие организации, могут легко туда достаточно попадать и получать какой-то доступ к ядерным технологиям или непосредственно к ядерному оружию. Вот это главный сигнал, то есть они не могут обеспечить, в принципе, безопасность тех объектов, которые относятся к стратегическим и на основе которых они шантажируют весь мир. И вот это, мне кажется, самый главный сигнал, что надо что-то с этим делать, надо как-то с Россией по этому поводу разговаривать, хотя сложно очень разговаривать с тем, кто ничего как бы не слушает, что вы сначала обеспечьте безопасность вот именно вот этих вот объектов. А то вы любите размахивать ядерной дубинкой, но судя по тому бардаку, который у вас там, эта дубинка может у вас в руках взорваться просто. Да, давайте переходим к следующей теме обсуждения. Ну, такой скандал, который сначала, с конца прошлой недели был. Власти Латвии аннулировали лицензию на вещание телеканала «Дождь». В Нацсовете страны по электронным средствам Астанбрации заявили, что решение принято в интересах государственной безопасности и общественного порядка. В сообщении сказано, что руководство «Дождя» не понимает и не осознает значимости и серьезности своих нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии. Ранее каналы штрафовали за оговорки о помощи российским военным. После этого руководство «Дождя» уволило ведущего Алексея Крастылева, допустившего такие слова. Из-за этого с канала ушли еще три сотрудника. Игорь, давайте обсудим эту часть. Вот как вы считаете? Я просто не склонен говорить, что они там ФСБшные засланцы и так далее и тому подобное. Многих из них я непосредственно знал, когда жил в России. Знаком лично с Синдеевой. И более того, склонен предполагать, что это была оговорка. Но оговорка, она же вызвана чем? Сосрадательные позиции по отношению к мобилизованным. Вот в чем основная ошибка, проблема, правильно сказать, в чем ошибка телеканала «Дождь», который, переехав уже непосредственно из России, где они могли работать, и они это вызвали, в Европу, они не смогли удержаться и действительно стать тем каналом, который говорил бы то, что действительно правильно и нужно для граждан России. Ну вот такая, знаете, оговорка по Фрейду, как ее назвали в определенной мере. Но мне кажется, здесь главная проблема в том, что они, даже выехав с России, они продолжают считать себя российским каналом, который был интегрирован непосредственно в российское информационное пространство. И это, кстати, не только «Дождя» касается, а некоторых и других средств массовой информации, которые так сделали. Я вот, например, хоть убей, не понимаю, какой смысл находиться на территории другой страны, не в России, и тулить во все свои сюжеты предупреждение о том, что речь идет об иностранном агенте. Ну вот где вообще логика? Или там писать на страницах сайтов и так далее. То есть это была первая, наверное, принципиальная их ошибка. То есть они продолжали себя и дальше ассоциировать с Россией не как со страной, а как с государством. Вот это вот самый важный момент. Одно дело, если бы они говорили, что мы там русский канал или канал, который вещает на русском языке, это была бы немного другая история. Но они все равно оставались вот в этой информационной повестке, и это с ними сыграло злую шутку. А второй момент, знаете, действительно, если бы это была вот оговорка, вот первый, да, такой пример, мне кажется, это бы не закончилось тем, что было прекращено вещание. Ну давайте же будем честны, это уже далеко не первый раз. У них уже были вынесены предупреждения. Например, за карту с Российской Федерации, на которой был изображен Крым, как часть Российской Федерации, некие другие вопросы, которые там возникали. Поэтому решение страны, которая приняла их у себя, абсолютно логично. У них есть определенные правила. Эти правила, важный момент, являются демократическими. Тебе дают возможность работать. Есть определенные условия. Если ты их нарушаешь, тебе делают первое предупреждение, второе предупреждение. Вот они уже наработали на несколько предупреждений. Поэтому я тут не искал каких-то там дополнительных подводных камней. Ну сама по себе тема, конечно, еще чувствительная. И, ну знаете, я не сильно верю, что это действительно была какая-то там оговорка в том плане, что, во-первых, это было очень длительно по времени. Во-вторых, можно было сразу же, тут же, буквально принести какие-то объяснения, там извинения, ну через минуту, там через две минуты в эфире. И, поверьте, это бы совсем по-другому тогда воспринималось. Но поскольку эта ситуация стала такой в силу публичности, и то, что на это обратили внимание, реакция уже была несколько такой запоздалой, вот, скорее всего, это привело к таким последствиям. Продолжу все-таки тему. Все-таки, что главное, ну вы бы сказали, что они воспринимают себя, не отделяют от государства и пытаются, живя уже, находясь и вещая из-за границы, продолжать соответствовать неким правилам. Да, они войну стали называть войной, а не специальной военной операцией, что уже как бы правильно. Но, на мой взгляд, я просто сейчас в данном случае уже не как журналист-ведущий выскажу свое мнение, мне кажется, не было... Ну, они пытаются играть в игру под названием классическая журналистика. Вот мы предоставляем два мнения. Вот это и вот это. Вот это и вот это. Насколько, как вы считаете, во время войны, во время того, когда есть уже четкое понимание, где зло и добро, правильно давать слово в эфире злу? А это в канале-канале тоже такое было. Да, вот я считаю, что это как раз недопустимо. То есть одно дело, когда вы цитируете какие-то официальные заявления... Ну мы это делаем тут, да, да, да. Да, да, то есть это абсолютно нормальная ситуация. То есть в эфирах всех украинских телеканалов цитируется заявление там Путина, Шойгу, Захаровой или там, прости господи, Медведева, да. То есть понятно, что мы это все обсуждаем, мы про это говорим. Но никто не дает возможность им или классическим каким-то российским пропагандистам там в прямом эфире высказывать какую-то свою там позицию и заниматься, по сути, пропагандой, да. То есть распространяя те или иные российские нарративы. Поэтому вот это была, наверное, их ошибка. И она была связана с тем, что они пытались действительно вот в эту игру поиграть и давать как бы мнение другой стороне. Ну и понятно, что это крайне негативно воспринималось. Почему? Потому что, ну это ненормальная абсолютно ситуация. Опять-таки вы выехали с России, вас в России преследуют. Это же еще очень важный момент. Понимаете, вы же не просто так выехали. Вам не дали возможности там работать, но вы все равно пытаетесь каким-то образом в этом пространстве оставаться и где-то оставлять себе вот эту вот лазейку, возможно, для какого-то там дальнейшего возвращения. Даже не после победы Украины и не после смены там режима в Российской Федерации. Вот это, в конце концов, сыграло очень злую шутку, потому что попытка усидеть на двух стульях, но она, как правило, заканчивается тем, что либо стулья ломаются, либо вы с этих стульев падаете. И это, в принципе, достаточно больно для вашей пятой точки. Окей, давайте двигаемся далее. Владелец террористического образования ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обратился к генпрокурору Российской Федерации с просьбой проверить деятельность YouTube и ограничить доступ к видеохостингу в России. По словам Пригожина, YouTube грубо нарушает российское законодательство, потому в отношении платформы нужно применять самые жесткие меры. Вот мы показываем этот его пост. Вот глава этой туристической, террористической организации Пригожина, туризм в один конец. Как это заявление можно оценить? Можно ли это считать какими-то предвестниками того, что в России все-таки заблокируют YouTube? Мы вещаем именно на YouTube. YouTube пока единственный, кроме телеграм-каналов, такой видеохостинг, на котором российское население, которое хочет знать правдивую информацию, может ее узнать. Я думаю, это на самом деле неизбежно. Здесь Пригожин на самом деле перехватывает где-то инициативу. Рано или поздно они к этому придут. Когда начнется, скорее всего, вторая волна мобилизации, или будет уже, знаете, такое количество вот этих роликов, которые эти мобилизированные сейчас снимают, мягко говоря, не позитивного плана для российской власти в целом, им каким-то образом придется с этим бороться. И поэтому, скорее всего, запрет YouTube – это тот следующий шаг, который в этом контексте будет сделан. Понятно, что его можно будет как-то обходить через VPN. Нет, просто я не очень понимаю, как технически они это смогут сделать, потому что, смотрите, Телепомницы, 2018 год, по-моему, они пытались бороться с Телеграмом. Когда они пытались бороться с Телеграмом, у них половина государственных сайтов лежала. Смотрите, тут есть один такой интересный момент. Это все-таки принципиально разные платформы. Телеграм заблокировать гораздо сложнее, а YouTube проще. Но в конце концов, значительная же часть сайтов в Российской Федерации на сегодняшний день заблокирована. Точно так же они ведут блокиратор на youtube.com, по-моему, я не помню, какое доменное имя. И будут делать все для того, чтобы просто жители России не могли по этой ссылке заходить и получать соответственную информацию. Понятно, что будут пытаться это обходить, сразу появятся программы, VPN и разные какие-то другие. Но для какой-то части, скажем так, аудитории это создаст такое непреодолимое препятствие, и они не будут особо париться для того, чтобы YouTube пользоваться и дальше. Поэтому это очень возможный ход. То, что тут говорит про это Пригожин, это как раз свидетельство о том, что он все время пытается выйти за границы вот этой узкой темы частной военной кампании. И он претендует уже на роль такого, знаете, отдельного независимого политического актора, ну, субъекта, да, по сути, который выступает с какими-то своими инициативами. И я более чем уверен, что когда это решение так или иначе в России будет принято, да, Пригожин будет говорить, что это все произошло благодаря мне. Да, то есть мы начали эту кампанию, мы ее инициировали, и, соответственно, вот добились того, что мы хотели. Поэтому это история, с одной стороны, внутренняя, история про новую там группу влияния, которую представляет Пригожин. Но, с другой стороны, я более чем уверен, что это ложится в канву тех планов, которые на сегодняшний день есть у российской власти по отношению к контролю над информационным пространством. Кстати, очень странно, что они так долго тянут, потому что YouTube в этом контексте — это действительно глоток такого свежего воздуха. Возможно, они надеялись до какого-то времени, что плюсы от YouTube перебьют минусы, потому что они же на YouTube тоже размещают свои пропагандистские программы, какие-то там ролики и так далее и тому подобное. И надеются, что это перебьет каким-то образом тот негатив, который идет с этого хостинга. Но когда этого негатива станет больше, а сейчас это уже, в принципе, наблюдается, скорее всего, они примут решение о блокировке. Я думаю, стоит задуматься с Павлу Дурову, с его Телеграмом и, в принципе, на Телеграме создать в том числе и видеохостинг. Пока там есть какие-то видеоролики, которые выкладываются, кстати, те же самые ролики в основном в Телеграмах и выкладываются, мобилизованных и так далее. А вот прямые трансляции на Телеграме, ну, я думаю, что Дуров как раз уже готовит абсолютно ответ с целью зарабатывать в том числе и деньги. Давайте двигаемся далее. Посмотрим на тех самых боевиков Пригожинских, которых он завербовал. На следующем видео будут показаны российские вояки во всей красе. Для истории Шаргопова будем снимать. Все ребята собрались на войну укропом жопы рвать. Все они здесь практически. Игорь, я думаю, это стоит прокомментировать. Знаете, в каком контексте, как мне кажется, вот с чем боролись, на то и напоролись. Вот они, защитники Российской Федерации. Да, элита, можно так сказать. Да, да, да. Как бы это не было печально, опять же, это же вот, да, это элита Российской Федерации. Ну, это печально должно быть для российского общества. Ну, я в целом, я с точки зрения человеческой, в целом морали, как бы, да? Конечно, конечно, абсолютно. Ну, с морально-этических точки зрения это вообще даже как-то сложно комментировать. Но тут трагедия, наверное, в том, что вот россиянам-то навязывают такой тип элиты и показывают, что вот эти люди, которые там совершили преступления, кстати, не ответили за эти преступления до конца, потому что они же еще не отбыли там свои термины пребывания в местах не столь отдаленных, да? Они теперь как бы попадут на поле боя, потом какая-то часть небольшая, но вернется все-таки, и они будут вести себя совсем по-другому. Они еще будут считать, что общество должно им. Я даже боюсь представить, какому разгулу того же криминала это приведет, когда эти люди приедут. Мы уже такие истории слышали, мы уже такие истории видели, когда мобилизированные так называемые зэки в ЧВК как раз Вагнера возвращались, нападали на полицейских, нападали на обычных жителей и кричали, что вы нам все тут должны, мы за вас кровь прерывали и так далее. Поэтому это такая мина замедленного действия, которую Путин вообще заложил под устои как российского общества, так и под устои по большому счету российской государственности. Потому что это люди со специфической культурой, очень специфической культурой. И они так или иначе будут эту культуру применять во время пребывания в вооруженных силах и после того, как они непосредственно вернутся уже с войны. И понятно, что они будут эту культуру пытаться экстраполировать вообще на всю Россию и создать тот быт, который был удобен им, который им был понятен, уже не в местах столь отдаленных. Поэтому за этим надо только сейчас наблюдать и смотреть, как быстро вот эта бомба рванет. Рванет она обязательно, потому что количество этих людей не уменьшается. И судя по всему, власть российская и дальше будет продолжать делать ставку на таких людей для того, чтобы восполнять основные потери, которые у нас на сегодняшний день есть на фронте. С ветерком и на иномарке проехался президент России Владимир Путин на автомобильной части Крымского моста. Вице-премьер Хаснулин доложил кремлевскому диктатору о восстановлении движения по мосту, после чего Путин якобы проверил качество ремонтных работ. Однако качество ремонта на автомобильной части моста Путин проверил за рулем иномарки, променяв отечественную Ниву на Мерседес. За такой выбор уже поспешил оправдаться пресс-секретарь Путин Дмитрий Пескоп. По его словам, просто на месте была такая машина, чтобы лишний раз не гонять на нее и поехал. В целом, как можно оценить? Понятно, что это пиар-ход абсолютный. Во-первых, нет уверенности, что это Путин. Потому что про двойников Путина все-таки речь шла. Тут вообще съемки со спины идут. Непонятно, крымский это мост, не крымский мост, из окон ничего не видно. Единственное, понятно, что изнутри это Мерседес. Как в целом можно оценить вот этот пиар-ход, насколько он успешный? Ну, пропагандисты его российские максимально пытались, скажем так, раскрутить. Писали, что это очень важно, ценно, вовремя и так далее. Но действительно, масса вопросов, которые возникают, и возникает, кстати, у россиян. И по поводу автомобиля, и по поводу такой странной достаточно съемки. Ну, это вопросы без ответов они остались. Поэтому получилось, как раньше, знаете, как говорили, хотели как лучше, но вышло как всегда. Но тут вот эту ситуацию надо рассматривать в контексте последних событий. Путин там зачастил вообще бывать в публичном пространстве. Он достаточно много что-то там сейчас пытается комментировать, ездить, открывать какие-то там заводы, встречаться с типа матерями мобилизованных и так далее. То есть видно, что у него есть, ну, у его там ближайшего окружения есть какое-то ощущение, что он несколько выпал с этого информационного пространства. Надо в него возвращаться, надо постоянно как-то стимулировать граждан на продолжение вот этой войны, показывать, что власть там все контролирует, власть во всем уверена, и все будет как бы хорошо. Но опять-таки, к сожалению, мы не имеем нормальной, адекватной социологии, как на это все реагируют россияне. Но я думаю, что подавляющему большинству из них это не заходит. Почему? Потому что ставку сделали на вопросы, которые на самом деле очень далеки от реальных проблем, которые волнует сейчас Россия. Ну вот действительно. Я думаю, что там 99% Крымский мост, извините, до одного места. Что там на нем произошло, когда произошло? Их интересуют совсем другие вопросы. Почему у них нет отопления на улице минус 20 или минус 10, например, как во многих городах на севере России. Поэтому вот это, скорее всего, не заходит. Но попытки будут продолжаться дальше. Я думаю, что мы Путина или кто там у него есть в контексте вот этих съемок будем видеть в ближайшее время достаточно часто, потому что это вообще характерно для представителей авторитарных режимов, которые чувствуют, что трон под ними немножко зашатался. А трон шатается. И шатается с разных сторон. Начиная от тех же правых каких-то радикалов и заканчивая представителями ближайшего окружения, которые уже так прямо намекают на то, что пора как-то с войной заканчивать, потому что деньги уже не зарабатываются, а дальше будет только хуже. И поэтому он пытается вот таким образом на это реагировать. Игорь, вы помните фильм «Брат, брат 2»? Да, да, конечно. Вот сейчас я предлагаю вашему вниманию шедевральный ремейк одного из эпизодов «Брата 2», потом обсудим. Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее. Блин! Спасти меня, брат! Эх, и ты меня прости! Игорь, давайте уже. Что вы думали, вам тут легко будет? Вы что, думали, в сказку попали? Давайте! Не знаю, как это комментировать. Я тоже не знаю. Это настолько, знаете, характерно для так называемого глубинного народа, что мы просто это понять не можем. Но на самом деле здесь нечему удивляться. Понятно, что сейчас пытаются коммуницировать власть российская в значительной мере через различные каналы. И вот появление подобных роликов, я какие-то аналоги там их видел, но только более профессиональные чуть-чуть, которые там снимаются, без вот этих «власти меня, блат» и так далее. свидетельствуют о том, что они как-то пытаются эту схему, систему там использовать. С другой стороны, это свидетельствует еще о чем? О том, что, к огромному сожалению, у значительной части россиян вот это вот реально здесь. То есть они действительно так считают, что Украина там позарилась на какие-то деньги американцев и решила, значит, разругаться с своим братом. Ну, с другой стороны, почему брат, если как бы Россия, это она и Украина, в принципе, она, ну и масса других каких-то вопросов. Ну, это уже такое, это сильно глубоко. Тут вообще не надо... Это вот, да, это тут сложно. Да, оперативная память там у всех, кто эти ролики снимает, она загружена уже и так. То есть это будет вообще кризис там тогда системы. Но это какой-то срез определенный российского общества. И мы видим, что излечение от вот той пропаганды, которую им там вкладывали в головы, оно происходит очень медленно, к огромному сожалению. Хотелось бы быстрее. Давайте сейчас посмотрим на поздравление Владимира Зеленского Днем Вооруженных Сил Украины. Он сейчас в Славянске, на передовой буквально. Давайте посмотрим. Я поздравляю вас с большим праздником, с этим большим днем, Днем Вооруженных Сил Украины. Из года в год мы включались из разных мест, поклоняясь нашим бойцам, отчитываясь из разных городов нашего государства. И всегда мы вспоминаем наших погибших героев. Всех, кто отдал свою жизнь за Украину. Всех, чью светлую память, я прошу уважить минутой молчания. Найдите сегодня эту минуту. Это очень важно. Дорогие защитники, три десятилетия, восемь лет, девять месяцев, двести восемьдесят пять дней вы защищаете нашу страну, родную землю. И днем, и ночью, в мороз, в будни и праздники. Всегда мы будем помнить о ваших подвигах. Всегда будем помогать вашей работе и поклоняться вашей силе. Игорь, поздравляю вас также с Днем Вооруженных Сил Украины. Я просто уже сегодня в эфире говорил, я помню, что с 24 февраля мы как мантру просто произносили, даже самые неверующие люди говорили, верим в ВСУ, верим в ЗСУ. Это единственное, что мы верили, и мы действительно, эта вера оправдалась. Огромное спасибо, Игорь Ритерович, политолог, был с нами в эфире канала «Утро февраля». Редактор субтитров А.Семкин